Здесь психоанализ, он зарифмовывается с иллюзионизмом, что, по сути, и те, и другие, они дают людям то, что те хотят, они не обманывают их, они просто давят на какие-то условно-болевые точки, чтобы те сами раскрыли, те сами рассказали все о себе, потому что всем людям хочется чего? Чтобы их заметили, чтобы они стали кем-то, кем-то значимыми. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джинаидаров, я редактор видео и подкаста «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы и рассказываем, в чём их величие, а ещё каждый выпуск мы советуем, что посмотреть. Сегодня мы обсудим фильм, который называется «Аллея кошмаров», но это не хоррор, не фильм ужасов, как можно было бы подумать, а это неонуар режиссёра Гильермо Дель Торо. Про бродягу с загадочным прошлым, который сначала становится иллюзионистом в бродячем цирке, а потом приезжает покорять с этим номером Нью-Йорк и там впутывается в опасные махинации. Играют сплошь звёзды в главной роли Брэдли Купер, в роли Фам Фаталь, роковой женщины-блондинки Кейт Бланшетт, в роли подруги главного героя, чистый и невинный Руни Мара, Уильяма Дефо в классическом амплуа Уильяма Дефо, такого мефистофельского, харизматичного и опасного... И сусиками, сусиками. ...человека, да, да. Знаешь, я тоже, в общем-то, мефистофельский, харизматичный, опасный, сусиками человек. И ещё есть любимый дельторовский Рон Перлман, которого мы все знаем как Хеллбоя, здесь он, наверное, такого пожилого силача. Фильм уже сильно провалился в американском прокате, его даже 1 февраля выпустили на HBO Max. Мне кажется, можно либо провалиться, либо не провалиться, как можно сильно провалиться или не сильно провалиться. Ну, с треском, с треском провалился. Ну, окей, с треском можно, да, говорят. Да, хорошо, хорошо. Ну, с треском провалился, и его уже даже выпустили на стримингах 1 февраля на HBO Max. и Hulu скоро и в России будет, но в России он пока в прокате идёт, и тоже как бы не блещет, но при этом на прошлых выходных он возглавил даже бокс-офис, собрал там что-то около 60 миллионов, и это на самом деле понятно, потому что двух с половиной часовой нуар, нео-нуар, наверное, так будет справедливее сказать, основанный на не самом известном романе, да ещё Гильермо Дель Торо не то чтобы прямо народный режиссёр, и это, в общем, было довольно закономерно, хотя фильм у меня, если честно, не вызвал каких-то сильных отрицательных эмоций, он неплохой. Артисты стараются. Да, артисты стараются, как обычно, нет, но у меня просто невысокие ожидания были, потому что я думал, что вот такие противоречивые отзывы были, что он совсем какой-то ужасный, беспомощный, и мне сильно не нравилась форма воды, предыдущий фильм Гильермо Дель Торо, который выиграл главный Оскар, но при этом мне показался очень скучным, очень бессмысленным, с классной завязкой и невероятным визуалом, но при этом по содержанию, честно, вообще непонятно, как с таким набором элементов можно сделать беспомощное кино. Ничего себе бессмысленное, там такая очень внятная сказка, политическая сказка, можно даже сказать. Да-да-да, это всё понятно, как бы разбирать его на составные части как раз хорошо. Не бессмысленный как раз, прямолинейный, может быть, да, это другой вопрос. Прямолинейный, скучный, слишком очевидный, неизящный, ну вот это вот всё, ты как бы каждую примерно понимаешь на 40 минут вперёд, что будет, и никаких открытий нету, и как-то всё очень пафосно и сладко. Ну, в общем, мне не зашло. Но вот «Аллея кошмаров» меня удивило, то есть там всё так же очень красиво, при этом неторопливо, но напряжённо. И классная история в основе, ну, тут нужно сказать, что это основано на романе Уильяма Гришима, и уже была одна экранизация 47-го года, так что как бы это всё наполнение сюжетное и все эти твисты неожиданные, ну, один неожиданный твист в финале, это как бы заслуга не то чтобы Гильермо Дель Торо, а оригинального материала. Плюс это фильм про менталиста-иллюзиониста, а я всегда любил смотреть на вот такого рода раскрытие фокусов и механика существования цирка, тут очень здорово выписано, и очевидно, что Гильермо Дель Торо это интересно очень во многом. Короче, я бы не стал это пересматривать, если честно, но думаю, что обсудить тут есть что, и обсуждать мы сегодня будем со спойлерами, хочу сразу предупредить. Да, ну, как обычно, в конце прилетают инопланетяне, и всех спасают. Как это у тебя одна сюжетная, если честно, развязка на всей истории. Ты так же, как бы, когда правишь сценарии своих студентов, ты такой, нет, слушайте, вот когда она под поезд, бросается в финале, нет, это не будем, а вот инопланетяне, и все-таки, господи, все вот это успокоится. Конечно, и Чапаева из реки Урал, они вытаскивать должны, конечно, а вы как думали? Нет, нет, на самом деле... Революцию кто устроил? В фильме «Октябрь из Энштейна» инопланетяне? Это, конечно, революцию инопланетяне устроили. Не мог же народ сам на царя-батюшку пойти, если не про февральскую. Нет, на самом деле, тут нет никаких инопланетян, и это первый опыт Гильермо Дель Торо как раз в нефантастическом кино, тут все крайне реалистично, тут нет никакой магии, волшебных существ. Ну, я бы сказал, что реалистично плюс волшебно, здесь много такого волшебства, сказочности такой, она скорее даже может быть не в сюжете, а в изображении, в этом снеге идущем бесконечном, да, но, да, действительно, это удивительный фильм без каких-то фэнтезийных, фантастических и реальных компонентов, да. Хотя, знаешь, вот мы обсуждали с женой, и она такая говорит, но все-таки там же есть как будто бы чуть-чуть магии, которая вот на картах Торо основана, там вот героиня Зина, она же гадает этому главному герою, и она ему, в общем, предсказывает его судьбу, вот эти вот три карты и финальная повешенной, и очень здорово, кстати, тут сейчас будет в сторону, там финальный кадр, когда он в поезде лежит среди кур, это как повторяет мезонсценически эту карту, это очень, мне кажется, здорово и изящно. Ну, а сами курочки еще тоже, конечно же, тут же вызывают ассоциации с этим человеком-зверем, то есть он, ну, я просто в двух словах опишу, да, что он появляется на ярмарке, где есть один такой страшный аттракцион «Человек-зверь», вот некий действительно пьяница, опустившийся человек, значит, там на карачках, там как-то ползающий буквально на глазах у публики, которая с ужасом это взирает, перегрызает глотку курицы, и вот когда он уже совершил свое преступление ближе к финалу, к самому, оказывается в вагоне с курочками, ты понимаешь, конечно, куда все идет. Ну, кстати, как раз это и есть та магия, которая присутствует в фильме «Аллея кошмаров», такая нуаровская магия, которая называется «Рок», «Фатум», «Судьба», «Неизбежность» твоего пути, того, что ты можешь протестовать против устройства мира или же идти против каких-то его законов, нарушать мораль, там идти против Бога, здесь этого не очень много, это было в первой экранизации, такая богобоязненность, здесь этого нету, но все равно вот эта вот идея, что ты сделаешь круг, и если ты в какой-то момент не решишь жить по совести, по правде, то тебя ждет крах, тебя ждет вот это вот финал типичной нуаровского кино, когда все плохо, все умирает, и герои, совершившие преступления, они оказываются наказаны гораздо сильнее, чем они могли себе представить. Еще очень сильные, мне кажется, интонации такой нравоучительной английской литературы XIX века, что-то такое диккенсовское здесь всплывает, конечно же, в памяти, поэтому да, здесь много разных источников и изобразительных, и нарративных всяких. Но я скажу, что вот я очень люблю медленное кино, где вообще ничего не происходит, где муравей ползет там четверть часа по дереву. Канал Дискавери, ты смотришь, да, там, где просто котики лежат и тюлени такие перекатываются. Нет, я такое не смотрю, я смотрю фильм «Эмпайр» Энди Орхолла, где 8 часов и 5 минут нам показывают «Эмпайр» стедбилдинг и больше ничего. Но здесь я был придавлен этой атмосферой, то есть действительно очень длинная экспозиция, прям огромная такая экспозиция, много увлекается Дель Тора атмосферой, и она вроде бы, с одной стороны, привлекает, да, вот этот вот цирк такой, да, он такой мрачный цирк, вот, ну, где выключены какие-то такие вот детские, развлекательные, яркие, вот такой мрачный, какой-то такой суровый цирк с его изнанкой. Здесь что-то такое вообще каллигариевское в голову приходит, кабинет доктора Каллигария Роберта Вина, шедевр и манифест немецкого экспрессионизма, там же тоже ярмарка и тоже, да, вот, человек-зверь в виде самнамбула Чезаря. И эта атмосфера, она так скрупулезно, глубоко проработана, что возникает впечатление, увлекается Дель Тора ей, настолько увлекается, что сюжет продавливается атмосферой. И вот я извертелся весь, скажу страшную вещь, я вообще-то очень не люблю, когда там кто-то вертится, да, значит, в кинозале, вот, но я прямо вот плохо себя чувствовал и я понимаю, что... Скрипел креслом, да? Скрипел креслом, я понимаю, что, в общем, здесь не самые и приятные эмоции мы должны, как зрители, испытывать, но я еще говорю именно про сюжет сложения, то есть, конечно, когда там ближе к кульминационной зоне, когда Руни Мара в белом платье появляется с руками по локоть в крови, конечно, я оживился, ну, разумеется, да, а вот до этого как-то вот, ну, не знаю, я не смотрю, что я был прямо дико увлечен. Вот форма воды с позиции нарратива сюжета сложения, она была в этом смысле более, мне кажется, такая, ну, увлекательная, там сразу рождалось напряжение, да, что там будет между героиней и этим вот морским, точнее, речным амазонским монстром, спасут ли они это чудовище, так-так-так-так, вот, а здесь вот напряжение такое жесткое как раз, да, вот это вот теншн возникает только в последней части, когда вот уже... Кейт Бланшетт появляется? Нет-нет-нет, я имею в виду даже еще позднее, когда, потому что Кейт Бланшетт в смысле появления ее персонажа, оно, в общем-то, тоже не рождает напряжение, потому что у них как раз там коллаборация формируется, и вроде бы, ну, ты можешь ожидать какого-то подвоха, но в целом, как бы, тут нет таких явных намеков на это. А я имею в виду уже прямо финал, когда уже вот эта последняя акция вынесения мозга... Перформанс. ...богачу Эзре, да, значит, когда нужно вот буквально познакомить его вот с этой его виной, да, овеществить ее, да, вот, и там же, да, вот как-то возникает это напряжение на уровне задачи, контрзадачи у персонажей в этом эпизоде, ну, в общем, вот там как-то понятно все. А до этого такое тягучее-тягучее напряжение, такая атмосфера. Я понимаю, что здесь, ну, я такой... Я не кидаю даже претензии, я просто рассказываю о своем впечатлении. Понятно, что здесь многое зависит от вкуса, увлеченности, заинтересованности каждого из зрителей такого рода атмосферы, такого рода историями. Но самое главное, конечно, что фильм мне подарил, это прекрасное ругательство. Я вот теперь буду в каждом фильме искать ругательство, которым буду чехвостить до у лета. Ты угадаешь, какое, что за ругательство я взял из этого фильма? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а, решил ко мне лезть, ты? Ну, там было про гик, типа, человек-зверь, но это не то, это не слишком, да, это не про меня, это не про меня. Ну, какой-то человек-зверь, ну, о чем-то было. Я, ну, такой, значит, человек-зверь, хомячок такой, ну, да, ну, нет, курочку не буду есть. Слушай, я не помню. Ближе к концу героиня Кейт Бланшетт, разочарованная в нашем герое, она говорит, ну, кто ж ты такой? Я все про тебя теперь поняла, ты никакой там не такой, не такой, не такой, ты деревенщина с ровными зубами. Вот теперь я буду так тебе назвать, это совершенно нестребливое отношение к рулету. У меня даже неровные зубы. Кривые зубы и москвичи в каком-то поколении, ну, мне это не имеет значения, деревенщина ты с ровными зубами. Все не точно, буквально все. Ну, вот извини, я теперь открываю новую рубрику, значит, в каждом фильме буду такое вот искать. Ругательство со Всеволодом. Да-да-да, грязные ругательства, кино-ругательства со Всеволодом, да. Для меня очевидна связь этой картины с первым дебютным фильмом, еще мексиканским, конечно же, Дель Торо, Кронос. Это такая ранняя работа, где он размышляет об отношениях отца и сына, отца и ребенка. И в каком-то смысле это такая осенняя соната Бергмана, только перевернутая. Там было про мать и дочь, а здесь про отца и сына. Потому что, мне кажется, корнем истории являются вот эти вот флешбеки, да, это вот возвращение к дому, значит, какая-то фигура, очевидный человек, да, мы пока не знаем, кто это, в самом начале фильма это появляется, потом мы к этому возвращаемся. Значит, тащит наш герой Купера этого человека в мешке, прячет в подполе, кстати, зачем прячет в подполе, тоже не очень ясно, закуривает, бросает спичку, а там, оказывается, все уже полито керосином или там чем-то еще. Все вспыхивает, он уходит, и дом сгорает. Только потом мы понимаем, что это его отец, и уже в самом финале эта сцена проясняется. Как? Он не убивал своего отца буквально в смысле там не выстрелил в него, не задушил его, но он его убивает, создавая условия для его смерти. Очень пожилой человек, очень пожилой, очевидно, дряхлый, болеющий, и зимний день. И персонаж Купера открывает окошко, отнимает плед у отца, которым он укрыт, и сам ему укрывается, чтобы не простудиться. И, очевидно, отец просто замерзает. И смотрит, как тот. Да, и смотрит, да. А перед этим он еще говорит, что я тебя всю жизнь ненавидел. Всю жизнь тебя ненавидел. И там еще фигурирует эта отцовская тема. Она как бы заявляется, на самом деле, впервые через деталь, да, часы. У него на руке часы, потертые, старые. Он говорит, что это часы моего отца, которого я любил и ненавидел. А изначально они принадлежали для тебе. Ты взял их. Ты их украл. Так ведь, да? Ага, я вижу зрелого мужчину. Мальчик его так ненавидит. Да, мальчик хочет, чтобы его любили, но сам ненавидит мужчину. Смерть. Смерть и желание уберечь. Это его любимые часы. Отец носил их с гордостью. Да, кстати, классная экспозиция персонажа, что у тебя как бы фокусник угадывает. И это, с одной стороны, какое-то такое напряжение, что тут трюк. И в то же время разворачивает экспозицию героя. Да, оно и сюжетное, и такое, и характерологическое в каком-то смысле. Да, и получается, что все эти жертвы нашего мошенника, они очень похожи на отца. Не в буквальном, конечно, смысле, но они являются некой символической отцовской фигурой. Они очень пожилые люди. Причем, как правило, даже вот нет, не все успешные. Это уже в финале он добирается до успешных, а в следующем после отца будет Питт. Такой же, кстати, алкаш, как и его отец. Пьяница, горький пьяница. Причем тут важно, что Питт, буквально отцовская фигура, он его учит этим всем металлистским штучкам. У него есть у отца этого символического некая книжка, к ней запрещено прикасаться. И после того, как наш персонаж отравил его фактически, он забирает эту книжку и получает все эти секреты. То есть, фактически, это такое, мне кажется, очень важное для конца 30-х, начала 40-х. Вспомним фильмы Хичкок того времени, где прямо проговаривается это в том же завороженном 45-го года с Ингридом Бергманом и Михаилом Чеховым, где там просто персонажи психоаналитики. Вот проговариваются какие-то вещи, связанные с нашим бессознательным. Здесь, очевидно, весь фильм является, даже не фильм, а и книжкой, вся эта история, иллюстрация переноса такого защитного механизма, когда мы, к сожалению, бессознательно этого не фиксируем. Мы переносим какие-то паттерны поведения, что-то из отношений с одним человеком на другого человека. Почему я так не люблю дуулета, например? Потому что у меня был брат младший, которого я мучил. А потом этот брат младший взял и улетел к инопланетянам. И с тех пор у меня вот такая травма. Шутка, у меня нет брата младшего, естественно. Но я просто таким образом пытаюсь проиллюстрировать это. Или, например, у меня была одна студентка, у нас были очень сложные отношения, прям, в общем, очень напряженные. И уже в другой киновуз, где я преподавал, пришла ее подружка. И были такие же сложные отношения, пока я не отфиксировал, что я переношу злость, агрессию, обиду с одних отношений на другие отношения. А та девочка ни при чем. Я, между прочим, то есть этот фильм променяю еще в том смысле, что я бесконечно на себе чувствую эту фигуру переноса, потому что в каждой группе, где я преподаю, обязательно будет какой-нибудь дерзкий студент или студентка, обычно мальчики, естественно, которые отрабатывают на мне, на бедном, несчастном, пушистом, ни при чем совершенно. Отрабатывают какие-то непроработанные отношения с отцом, какие-то шлейфы этих отношений. Поэтому дерзость, поэтому бунт, поэтому опрокидывание всего, что я говорю, значит, отрицание и так далее. Обесценивание. Конечно же, обесценивание, как без него. То есть я тоже понимаю, что можно, конечно, злиться на человека, ненавидеть его, исключать его и так далее, но фигура понятная. Он видит во мне не просто Коршунова ВВ, а кого-то большего. Возможно, сам этого не понимает, и просто нужно, видимо, с ним это обсудить. Я стараюсь обычно это делать как-то аккуратно. То есть мы живем в этом мире переносов. И здесь он фигуру отца переносит на этих стариканов, которых он обманывает сначала, потом уничтожает. А, видимо, фигура матери, это такая гораздо меньшая здесь деталь, но тоже работающая. Про это впрямую говорит героиня Бланшетт. Видимо, фигуру матери он переносит на нее. Такая вот криминальная партнерша, дефис, интеллектуальная мамочка, которая буквально руководит его этими преступлениями, в кавычках, конечно, руководит, помогает якобы, опять же, в кавычках, ему их осуществить. Ну, кстати, интересно в этом смысле, что тут такая важная тема психоанализа всплывает. То есть не зря и вот этот вот все Эдипов комплекс, и тут комплекс электры возникает, Бланшетт буквально говорит. И мне кажется интересно, что здесь психоанализ, он зарифмовывается с этим иллюзионизмом, с этим трюкачеством, что, по сути, и те, и другие, они дают людям то, что те хотят, они не обманывают их, а не просто давят на какие-то условно-болевые точки, чтобы те сами раскрыли, те сами рассказали все о себе, потому что всем людям хочется чего? Чтобы их заметили, чтобы они стали кем-то, кем-то значимым. И если этого не было в детстве, то, значит, ты хочешь это как-то компенсировать во взрослом состоянии. И условно, если в детстве у твоего родителя были перепады настроения, то ты учишься хорошо считывать чужие эмоции, и тебе это помогает в, не знаю, обмане других людей. И я не знаю, насколько здесь по-хорошему критикуется именно психоанализ. Возвращаясь к образу психологов на экране, Кейт Бланшетт не лучшая репрезентация, не то, чтобы я к ней пошел на Zoom-сессии, чтобы она мне закрыла гешталь. Я уже записываюсь, я уже иду. Ну, все равно... Я уже там. Не, ну там стильный кабинет, конечно, чтобы вот это вот все... Только кабинет, а сама Бланшетт нет? Нет, сама Бланшетт офигенная тоже. Но все равно как бы образ психологии как таковой, тут, конечно, это психоанализ, я не знаю, насколько он до сих пор в принципе... Конечно, существует, да-да-да. Понятно, что он трансформируется, но это такой прям олдскульный психоанализ с кушеточками уже никто на кушеточках, как я знаю, не лежит. Это условно прошлое. Да, но все равно здесь как будто бы с одной стороны говорят, что да, вот отец, вот мать, все здесь, а с другой как бы психоаналитикеса. Здесь такая себе, вообще говоря, женщина. Ну, тут, знаешь, скользкая тема очень, да, я буду здесь сейчас защищать психологию, конечно же. Это очень интересно, потому что я согласен с тем, что вот здесь есть очень такой четкий совершенно акцент, да, психоаналитик здесь фамфаталь, зловещая, манипулятивная. В то время как эти иллюзионисты, эти менталисты, они представлены разными силами, разными персонажами, и как раз наш главный персонаж, он переходит черту, за которую те не переходят никогда. Они всегда объясняют, что это иллюзия, это шоу, не верьте в это, не продавайте этому большого значения. Если вот есть запрос на разговор после шоу, они всегда раскрывали все карты, да, даже рискуя репутации, но они вот все-таки, они пользовались этим этическим кредо «не навреди», очень важно. А он переходит эту черту. То есть здесь как бы есть хотя бы разные стороны, да, разные позиции. Здесь нет разных психоаналитиков, хотя в защиту Геронии Бланшетт мы скажем, что ведь если мы вспомним финальную часть, мы понимаем, что почему он в итоге делает оттиск этого ключика, он понимает, что она ему многое не договаривает, ему приходится по ночам проникать в ее кабинет, слушать аудиозаписи сеансов с этими богачами, потому что она, с одной стороны, нарушает это грубое, просто этическое нарушение, просто за это решает лицензии и выгоняет из профессии, она раскрывает тайны личной жизни других людей, это запрещено, просто запрещено. Но, с другой стороны, как понимаем, она их раскрывает настолько неполностью, что это не работает. Ему приходится каким-то образом это восполнять. Третий момент, с третьей стороны, там есть очень четкий совершенно крупный план Кейт Бланшетт, и мы видим, что она обнаружила, что он сделал этот оттиск ключа. Она просто не препятствует этому. То есть такая скользкая героиня, безусловно. Я бы все-таки надеялся, что психоанализу и психологии в целом, к разным ее методикам, все-таки не такое отношение у Дель Торо. Я-то это отнес не только к психоанализу и вот этим всем шоу, а к некоему разговору о кинематографе. А что такое кинематограф? Не то же ли это самое? Великая иллюзия. Великая иллюзия, да. Собственно говоря, там же они неоднократно говорят, люди услышат то, что они хотят услышать. Они слышат ровно это, и мы им даем ровно это, эти утешительные иллюзии. И что такое кино? Особенно в то самое время, конца 30-х, 40-х, эпоха Великой Депрессии, это эпоха, конечно, этих сладких... Старая мировая война. Да, сладких или страшных любых, но сказок. Это эпоха отрыва кино от реальности. И в каком-то смысле, извините, у меня такая странная ассоциация, это пересекается с фильмом Льва Кулешова «Великий утешитель», который за год до того, как будет взят курс на соцреализм, уже будет размышлять о том, полезна ли эта утешительная иллюзия, насколько это вообще правильно, нужно ли это, или нужна горькая, но правда. Поэтому тут действительно интересный такой момент. Еще, мне кажется, Дель Торо размышляет и о природе кинематографа. Ну, это тоже, конечно, и то, что Пит и Зина всегда рассказывают, что нет, это всего лишь иллюзия, на самом деле все не так. То есть на время дать надежду возможно, потому что людям это нужно, и просто это такое развлечение, такая у них работа, вот так вот они делают. Но потом все равно нужно возвращать в реальность, потому что как раз показана цена этой иллюзии, когда женщина, думая, что она воссоединится со своим сыном, убивает мужа, и себя, поверив в эту как бы утешительную иллюзию, да, наверное, она умерла счастливая, да, наверное, но все равно это убийство и самоубийство. И мы знаем, что герой Брэдли Купера врал. И, конечно, это такой сложный момент. Не то чтобы, мне кажется, здесь есть какой-то прям прямой ответ, но идея того, что есть черта, за которую ты не можешь переступить, она, мне кажется, во всем в этом фильме есть и эта этическая черта, и черта, когда ты сам начинаешь верить в свое всемогущество, и что если ты можешь как бы понимать, читать людей, что ты действительно о них знаешь, а не просто этот трюк и уловка. И, ну, это то, что я сказал, вот это вот, то, что человек, значит, себя богом возомнит и начнет вершить судьбами. В 47-м году это как бы более очевидно было, проговорено, но и понятно там, и кодекс Хейса и так далее. Там и финал немного другой. То есть главный герой, конечно, становится этим человеком-зверем, но в том же братичном цирке он видит Молли, и она такая, я спасу тебя. И он такой, да. И дальше как бы там запараллеливается история не в том, что главный герой превращается в зверя, а в том, что вот эта пара, они становятся как бы Пит и Зина. Вот он алкоголик, и она пытается, значит, с ним как-то существовать. И это тоже любопытно, это тоже такой, ну, как это, хэппи-энд. Здесь, конечно... И начинается форма воды по-большому-то счёту. Красавица и чудовище, да? Ну да. А здесь, конечно, гораздо более жёсткий ответ на вот это вот превращение человека в зверя. Что нужно людям, чтобы стать, на самом деле, не людьми? Потому что кажется, что у нас вот есть этот, вначале фигура этого человека-зверя, который вот алкоголик, который ест курицу, но при этом он постоянно говорит, что я не такой, и он не хочет этого делать. А есть герои разные, которые, по-хорошему, сами люди-звери. Они ужаснее вот этого вот человека, который ест куриц, потому что у него просто индоксикация, и он долго не проживёт. Уильям Дефо, который намеренно ломает судьбы людей, подсаживает их на опиум. Это герой Ричарда Дженгенса, который в финале признает, что он причинял боль девушкам, и многим пытаясь как-то оправиться от смерти когда-то любимой женщины, которая как будто бы, она сама себя убила, я не помню. Ну, я тоже это из фильма не понял, я потом прочитал, что он, видимо, это есть в книжке, заставил её сделать аборт. То есть она принудительно сама себе сделала аборт, именно поэтому у неё руки в крови. Ну, вот, он же тоже какой-то ужасный. И когда его Брэдли Купер, соответственно, убивает ударами, ты не испытываешь к нему никакого сожаления, потому что какой-то мерзкий просто мужик. И сам Брэдли Купер тоже, вот, то, как он хладнокровно убивает людей, то, как он убил отца, это как бы он уже как будто... Он наехал на этого замечательного... Да-да-да, просто... Боба из бойцовского клуба. Холд Маккеллани. Поэтому здесь как раз такое размышление о человеческой природе, а где вот та грань? Та грань не тогда, когда ты, знаешь, куриц есть и когда ты заросший, а она гораздо раньше. И мне кажется, тут интересно, что Дель Торо вводит мотивы исторические, вот, контекстуальные, политические, социокультурные, которых не было в оригинале, насколько я понимаю, в романе тоже не было, я не читал, но там постоянно радиопередачи, газеты рассказывают о том времени, в котором это происходит, что вот этот мужик, у которого усики, как у Чаплина, ты знаешь, что он делал? Второкся в Польшу. Или же, когда, соответственно, Америка вступает, ну и так далее. Там много вот рассыпано разных таких примет времени, и это тоже какой-то комментарий к времени. На любой войне всегда происходит расчеловечивание всех. Это антигуманное состояние, которого не должно существовать. И здесь это, как раз, тоже запараллеливается. Вот там идет война, и здесь идет война внутри человеческих душ. И это обогащает историю, потому что это как будто бы еще комментарий к жанру нуара, в принципе, который про все это рассказывал, и про людей, которые возвращались с войны с поломенными судьбами, просто как-то так метафорически, обходя, экивоками, намеками, по текстам. А здесь это чуть-чуть более явно проговаривается, и это как раз хорошо и здорово. Другой вопрос, что не спасает от вот этой вот неторопливости. Я бы хотел еще вернуться от социального и политического к психологическому, потому что вот эта тема, опять же, вины, и тема всемогущества, и тема ничтожества, это очень, мне кажется, тоже важная такая нить в фильме, которая конкурирует как раз с темой переноса психологического. Я имею в виду, конечно, нарциссические качели, потому что, на мой взгляд, я, конечно, небольшой эксперт, но, судя по всему, у персонажа Купера вот что-то такое похожее на нарциссическое расстройство, потому что у нарцисса, даже если это еще не расстройство, а просто черта личности, есть такие качели, я гений, я ничтожество, я гений, я ничтожество, и, очевидно, отец подавлял его, и все эти отцовские фигуры подавляют, и вот ты не справишься, ты не сможешь, книжку я тебе не дам, ты этого делать не будешь, ну и так далее, и вот он в качестве ответа на эту свою боль ничтожества раздувает свое эго огромного такого мыльного пузыря, в нем формируется такой комплекс всемогущества, комплекс Бога, что он может вершить судьбами, именно поэтому он переходит все эти черточки, одну, другую, третью, и, правда, он, ну, взрывается настолько, что сам не чувствует, что это уже просто, ну, что-то запредельное, и вот этот мужчина, кажется, важная финальная фраза, да, его, он говорит, когда ему предлагают стать этим человеком-зверем, он это понимает, он-то знает всю механику, что там есть опиум, его подмешивают в, значит, алкоголь, его подсаживают на это, он очень хорошо помнит все это, и он и плача, и смеясь, в таком странном состоянии, говорит, господи, я же был для этого рожден, да, то есть он возвращается как раз в точку собственного ничтожества, и это интересно, что вот это еще, вот это вот нарциссическое расщепление на я-гений и я-ничтожество, оно характерно для, не обязательно нарциссов, это еще черта такого незрелого, детского, подросткового сознания, вот такого максималистского, вот максимума, да, мыслящего. И поэтому кажется логичным, что он манипулирует другими людьми. Конечно. Он как бы показывает, что он лучше их, что он выше, да, и этим подтверждает свое эго, и то, как он с Молли, в общем, обращается, то есть там же вначале думаешь, что ну все хорошо, как бы вроде нормально, а потом начинает ее третировать, и в итоге, когда она хочет уйти, он говорит, что вот меня все бросали, и ты такой понимаешь, блин, господи. Типичные манипуляции. Да, 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 вот это вот психологические. Да, да, да. И еще, мне кажется, важно, что фильм, как бы там к нему не относись, он все-таки очень своевременный, очень современный. Я вот размышлял про это в контексте там последнего года-двух, пандемийного кино. Вообще, я думаю, что пойдет просто такой, я не знаю, термин рано или поздно будет изобретен, ну, то есть не изобретен, а он в обиход просто научно может войти, кино эпохи пандемии. Ну, и вряд ли я его буду вводить. Знаменитый все вот такой, все знаменитый коршуновский термин пандемийное кино. Я просто реально сейчас готовлюсь к одной научной конференции, у меня будет доклад как раз на эту тему, да, о том, что кино этой эпохи, мы про это тоже как бы очень много говорим в подкасте, оно не работает с реальностью, оно постоянно уводит нас в какие-то миры, либо там фантастическое, либо в реальное, либо там во что-то еще, либо в ностальгическое, вот это вот. Реальность настолько ужасна, что хочется от нее куда-то нырнуть, это очень похоже на эпоху Великой Депрессии, и очень интересно, что там в фильмах, ну, более сложных, авторских, типа, думаю, как все закончить, Кауфмана. И, кстати, вот этой картине Дель Торо Олег Ашмаров ставится вопрос, а насколько это хорошо, да, насколько полезно это вот такой, в общем, вот простой механизм, да, защиты психологически, да, вот голову в песок, да, зарыть и куда-то там уйти. Это, конечно, засчитано на какое-то короткое время, но это не может быть постоянной тактикой. И это интересно, что с разных сторон разные люди размышляют вот об этом. Почему мне не хочется говорить вот больше здесь именно в контексте даже не там критики, психоанализа, там что-то еще, а именно вот в контексте кинометафоры, потому что это правда спасительная иллюзия, которая оказывается, в общем, вредной, просто в большом вот еще вредной. Она лишь кратковременно спасительна. Слушай, ну это такое саморазблачительное кино получается, потому что в итоге Брэдли Купер, если в этой метафоре мы дальше раскручиваем, он режиссер-автор по-хорошему, который, значит, сочиняет всю эту манипуляцию, и это очень нелицеприятный автопортрет всех, как бы, вот этих вот режиссеров, которые мнят себя тоже богами. Ну, в каком-то смысле и Дель Торов тоже, да, он же тоже у нас любит создать какие-то уникальные, да, удивительные миры и нырнуть туда, и, опять же, если проговорить что-то про современность, как в той же форме воды, зашифровать это в таких сказочных образах, вот, то есть в каком-то смысле это и саморазоблачение, то есть, ну, я не думаю, что он прямо тычет пальцем в кого-то и говорит, вот ты, 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 ты. Это ты. Да, да, он скорее про себя тоже. Стивен, иди сюда, посмотри, посмотри. Так, в доске пойдет, так, 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 кто у нас по списочке? Нолан Кристофер Александрович. Это же не помню отчества. Нолана. Да, это во многом еще о себе, это, ну, можно эту картину, и что мне симпатично в ней, можно ее прочитать как призыв к размышлению на эту тему, потому что, правда, это очень важно именно сейчас, и вот в последние годы, не то чтобы, извините, мы открыли, что кино великой иллюзии, это было, извините, из древности, но самых первых, самых первых вообще дней кинематографа, но просто есть периоды, когда иллюзия сгущается, и когда, кроме иллюзий, казалось бы, ничего уже не остается, да, на экране, вот сейчас, кажется, такой период, это очень такая, в этом смысле, актуальная, злободневная картина. Более расширенную версию данного размышления читайте в статье Всеволода Коршунова «Пандемийное кино», о том, как я вывел формулу современных фильмов в спорах с ничтожным соведущим. Не ничтожным, а деревенщиной с ровными зубами. Это правда, да. Вот видишь, уже правда, вот твоя конформная история. Только что ты говорил, что я не деревенщина, я не с ровными и не с зубами, а теперь ты говоришь, я так... Слушай, ну это как с иллюзией этими всеми, что вот у вас были сложные отношения с отцом, или вы с матерью с чем-то не соглашались. Это про всех, можно сказать. Каждый может на себя в принципе что-то найти, черты деревенщины с ровными зубами. Если не в буквальном смысле рассчитывать, то разумеется. Да, да, да. Ну конечно. Но мы же не в буквальном смысле. Все, что мы говорим, всегда у этого есть второе дно, второй смысл. Второе, десятое, пятнадцатое, двадцатое. Я такой манипулятор, что я не говорю, знаешь ли, буквальными какими-то однозначными сентенциями. Это правда. Каждое твое слово это марианская впадина. Просто ты туда ухаешься и летишь в этой непроглядной темени, пытаясь крикнуть, но ты не можешь, потому что твои легкие наполняют живительная влага мудрости киновеческой от всего. Господи, простите, простите, пожалуйста, и где-то ты дальше видишь огонечек, ты думаешь, что это, что это, неужели это выход из этого замечательного? Слушай, а вот, кстати, уж коль мы сейчас про эти марианские впадины, я надеюсь прекратить этот поток. Ну, по-моему, в этом же фильме, мне кажется, я ничем не путаю, это же идея, что трещина очень глубокая, и эта трещина, которая есть душевная какой-то, надлом душевной трещины, она бездомная, и она бесконечная. Так что в каком-то смысле это очень точно, твоя метафора, которая до тебя уже Дель Торо, знаешь ли, в фильме нам явил. Спасибо, Гильермо. Садись, Гильермо, дневник, пожалуйста, не забудь, да, потому что родителей поведешь в школу. Да, кто так пишет? Русский выучи, на испанском что-то там меме. Ужас какой, господи. Это ужасная школа. Школа режиссеров от Всеволода Коршунова. Новый ситком на канале СТС. Нет, что я делаю со студентами-режиссерами, лучше не знать, потому что там ужас творится, ужасный. Это то, что ты думаешь, это просто вообще, это еще у меня просто разгон, это разминка. Не, я просто подумал, что было бы такой ситком, в котором как бы ты есть, но при этом режиссеры все культовые. Это пожалуйста. Есть любимчик Сережа, Сережа, ты молодец, вот, а вот, не знаю. А ты Орсен, очередной раз. Иди-ка сюда, ну-ка встань, Орсен. Да, да. Вошел к доске. Мел в правую руку взял, я сказал, а не в левую. Так, пиши мне. Да. Мама мыла раму. А Кристофер, Нолан Александрович, ну вот, ты в тетрадке-то нормально пишешь, слева направо надо, а ты справа налево пишешь. Ну, знаете, кто так делает? Господи, боже мой, невозможно. Да. Юра Быков, давай уже как-то распространенными предложениями, а то у тебя только существительные одним словом пишешь, типа, дом, лето. Не надо на Юру, Юра выучил тему номинативное предложение, очень хорошо показывает, что он ее вызубрил. Молодец, Юра, садись пять. Хватит назвать всех дураками, да. Начинай жить уже, а то за тобой придет майор и пойдешь работать на завод. Ужас. А с вами снова наша постоянная рубрика «Советы с дуалетом» и «Всеволодом». И «Всеволодом». Ты как будто бы дух какой-то, который витает вокруг нас и нашептываешь разные словечки. И это логично, потому что сегодня я хочу посоветовать вам как раз-таки хоррор под названием «Злое». Поставил фильм Джеймс Ван, «Рюсер первой пилы», «Астрала», «Заклятие», «Форсажа 7» и «Аквамена». И про это кино я узнал из списка лучших хорроров года от Станислава Зельвенского. Это легендарный кинокритик журнала «Афиша», вел с Романом Волобуевым блог «Спойлер», который в свое время серьезно повлиял на мои представления о прекрасном. А сейчас он работает критиком в кинопоиске. Вот он написал, что если вам почему-то нужно посмотреть только один хоррор 2021 года, то посмотрите «Злое», точно будет что вспомнить. А еще, сейчас будет внезапная рекомендация, это любимый фильм ужасов прошлого года по версии Николаса Кейджа. Это фильм о молодой беременной девушке, которая однажды вечером избивает муж, а ночью позже в их дом проникает загадочная темная фигура, которая жестоко убивает абьюзера, а саму героиню избивает, а она теряет ребенка. И дальше, чуть позже, когда она уже оправляется, возвращается в свой дом, девушка начинает видеть, как эту же фигуру убивает разных пожилых докторов. И все это как-то связано с инцидентом в детской больнице, которое пришло за 20 лет до начала действия фильма. Дальше я не буду ничего рассказывать. В фильме есть некоторое количество то, что называется сюжетных твистов, неожиданных поворотов. Кто-то пишет, что они дикие и странные, кому-то кажется, что это крутые эффектные драматургические ходы. Я, скорее, со вторым слоем соглашаться, мне лично показалось, что это классно и неожиданно. Это не совсем хоррор, то есть здесь есть некоторое количество скримеров, и убийство, и кровь, и загадочно паранормальная фигура, но он не прям страшный и не прямо неприятный, не графичное насилие там, а он просто напряженный, в какой-то момент вообще превращается едва ли не в боевик. Там есть сцена бойни в полицейском участке, невероятно круто поставлено. То есть очевидно, что Джеймс Ван натренировался на «Форсаже 7», на «Аквамене» снимать бодрые вот эти вот сцены, и это действительно очень хореографично выглядит, с еще и классными движениями главного злодея. И еще тут Севлод должен оживиться, в фильме есть большое количество отсылок к Дарио Ардженто и вообще к жанру итальянского фильма ужасов Джаула. Ну, наконец-то. Начиная, вот, наконец-то нормальная причина, да, смотреть. Нет, Джаула это очень крутой феномен 60-х, 70-х. Действительно, он был заслонен великими мастерами, этими гранди-риджисти, Феллини, Антониони, Пазолини, Висконти, но потом уже ретроспективно эти фильмы, которые считались чем-то на уровне класса Б, чем-то таким неважным, стали восприниматься как шедевры мирового кино и очень значимый феномен. Да, ну, это такие фильмы наверное жестокие, кровавые и при этом театрализованные хорроры. И очень изысканные. Да, изысканные всегда с музыкой такой вот с очень крутой хореографией, убийств как раз этих хоррор-моментов и в «Злом» тоже на самом деле здорово поставлены все вот эти вот как бы ключевые сцены и здесь ну, отсылки Джалла от каких-то мезонсцен, от главной героини, у которой психологическая травма, тоже постоянный мотив и до очевидного цветового решения некоторых сцен такой яркий, красный, кроваво-красный, я бы даже сказал, сам сделав отсылку к названию фильма Дарья Арджента. В общем, если вы в принципе не против хорроров, потому что я знаю, что очень многие не могут смотреть просто чисто физиологически, то я советую «Злое», это хорошее, кино, не выдающееся, не великое, не переворачивает жанр, это не психологические драмы, хорроры, ариастер, не знаю, вроде «Реинкарнации» или «Солнцестояние», которые, ну вот, играют с конвенциями жанра, это такое вот Джалла по версии Джеймса Ванна, хорошее жанровое кино. Фильм с 7 февраля доступен на кинопоиске по подписке плюс. Сразу хочется в противовес порекомендовать фильм «Доброе», которого еще нет, но, видимо, надо его снять, там будут люди обниматься все время, пускать мыльные пузыри, на радугу смотреть, и там будут мягкие игрушечки. Я еще хотел поговорить про, ну, поговорить про актерские работы всегда очень странно звучит, потому что, в основном, это какие-то короткие реплики, сложно оценивать. И измерить. И измерить, да, да. Но у меня было ощущение, что у Брэдли Купера очень крутая роль, действительно, там очень большой диапазон, и очевидно, почему он пришел в этот проект, он рассказывал, что они, значит, он же сам режиссер, тоже недавно, А ведь Ди Каприо должен был играть эту роль. Ну, а какой был бы Ди Каприо? А как бы наш Ленчик сыграл бы? Так, ну-ка, хватит фамильярности. Хорошо, ладно. Хватит. Нет-нет, очень люблю Ленец Ди Каприо, он бы тоже был, очевидно, крут. Но был бы другой совершенно фильм, другой персонаж. Да, у Брэдли Купера есть вот эта вот отрицательная какая-то вот безумщина в глазах. Всегда ты ему как бы не доверяешь, даже когда он какой-то романтический персонаж, и, значит, так признается, любви. Порочность. Да, да, порочность. Как и у героини Кейт Бланшетт. Да, но как раз я хотел поговорить про Кейт Бланшетт. Очевидно, крутая роль, очевидно, фамфаталь и Кейт Бланшетт, это прям мэтч made in heaven, но кажется, что и она, и остальные все актеры, они играют больше на автопилоте. Ну, ничего сверх того, что ты от них ожидаешь, нету. Это такие, ну, наверное, логичные, если переделывают нуар, но все-таки Кейт Бланшетт такая фамфаталь, от начала и до конца, она не меняется, ничего с ней не происходит, да, у нее нет никакого развития. Да, ветхаризмы просто. Ну, она просто сама по себе очень притягательно крутая и великолепная актриса, и, понятное дело, что она вывозит эту роль, и она фамфаталь может сыграть. Даже говорят, что она слишком старается, даже могла бы меньше стараться, потому что очень много этой порочности, губительности слишком много. Да, и просто красной помады достаточно, на самом деле, да, и укладки. И латунного пистолетика в сумочке тоже достаточно. Руни Мара тоже на одной ноте, то есть такая вот хорошая девушка. Она как бы, это актриса сыграла на минуточку Лизбет Саландер. Она может очень разной быть. Здесь как бы тоже амплуа. По поводу Мары и Бланшетт, это же такой еще синефильский, тоже такой маленький приятный момент, потому что я очень люблю картину Кэрол Хайнса, где как раз они в главных ролях. Мутят. Мутят там, да, замечательную историю. И тут смешно, что обе они в фильме, но они ни разу не пересекаются. У них нет ни одной общей сцены. Да, ну и, не знаю, остальные тоже. Уильям Дефо, но обычный, вот как мы уже сказали, инфернальный чувак. Только усики приклеил из нового. У него где-то в другом фильме тоже усики были, я помню прям. Рон Пёрлман такой силач. Ну и остальные тоже без... Зато нравственный силач. Он говорит, что если ты что-то сделаешь с этой девочкой плохое, я с ее отцом дружил, я тебе морду набью. И таки набивает морду. Нет, ну они все очень хорошие. То есть вот этот вот универсум харизматичных одиночек, маргиналов цирковых, очень классно создан. Ты действительно веришь, что это такой особенный мир, в котором все очень разные, и они заданы такими красками, что ты их сразу запоминаешь и различаешь. Это будет наш новый подкаст. Универсум харизматичных одиночек. Ухо. Сокращенно. Нет, ухо не надо. У тебя не было такого ощущения, что это не актерское кино, они тут использованы как краски, как свет, как костюмы восхитительные. Все, что связано с художественным департаментом, у Гильерма Дель Торо, как всегда, великолепно. А они такие как бы манекены, которые перемещают. Ну есть, да, да. То есть, конечно, здесь единственный характер, полноценный, полнокровный, у главного персонажа, у протагониста. Остальные, скорее, маски, которые строятся на двух-трех доминантных чертах. Вот. И все. По поводу, кстати, художественного департамента, то действительно, с одной стороны, это все восхитительно и очень все красиво. И прекрасный, значит, это вот небоскреб Баффало в городе Баффало в штате Нью-Йорк играет роль нью-йоркских небоскребов. Там находится как раз офис, кабинет героини Бланшетт. И снег этот потрясающий. И там все действительно такое очень яркое, пестрое и вот такое... Но при этом неуловимо нуарное. Конечно. Ну а почему неуловимо? Там очень даже уловимо. Это тень? Тень. Опять же, эти вот, значит, это дым. Шляпы. Силуэты. Там много нуарных таких, контрастное освещение. Там много прямо таких примет нуара. И при этом в нем есть еще и отталкивающие элементы. Нельзя про это забывать. Я, например, более отвратительных финальных титров не припомню. А помнишь, что нам показывают на этих финальных титрах? Еноха. Помнишь Еноха? А, да. Младенец, заспиртованный, с одним глазом. Это правда, ну, такое страшное совершенно существо, пугающее. Не знаю, как я сегодня усну. Может, я вот именно сегодня фильм посмотрел. И в финале мы очень подробно прямо вот разглядываем. Дома оказались внутри этой банки с ним. И очень подробно, я думаю, господи. Сейчас смотрим чуть-чуть, вот еще секунда, и мы прямо нырнем куда-то, не знаю, внутрь его тела. Но, к счастью, он находит в ЗТМ. Это черви, черви, черви. К счастью, он находит в ЗТМ. И идут нормальные титры на черном фоне. Но я прямо анимел, когда я это смотрел. То есть там есть такая болезненная, очень неприятная составляющая этого изображения. Оно, с одной стороны, притягивает. С другой стороны, в нем есть что-то такое отталкивающее. Как и в 40-х годах, как и в нашем мире все, Влад. Ну и все-таки у Гильерма Дель Тор же есть какая-то такая странная любовь к каким-то не очень приятным. Да-да-да, это вообще характерно для него. Да-да-да, и был момент, кстати, в начале, когда курицу едят, это в общем целом не очень приятно. Можно ли в общем и целом просто едят? Когда курица едет, это не очень приятно смотреть, потому что все показано. Он ест, ты имеешь в виду, когда человек-зверь ест курицу? Да-да-да, это же, ну и это как раз то, не знаю, почему может быть интересно, но при этом сложно переснимать нуары сейчас. Потому что тогда существовала некоторая цензура на насилие, на секс, на какие-то темы. И Гильерма Дель Тор как раз показывает все прямым текстом, и понятно, зачем это нужно. Ты вначале морщишься, а потом даже к финалу понимаешь, что вот к этому придет, значит, главный герой. И это очень здорово. Ну и, кстати, Мартин Скорсезе согласен с тем, что это самый крутой неонуар последних лет. И он написал рецензию, что скорее все идите в кино, потому что это зашибенный, зашибенный фильм. Ну, он не так написал, я пересказываю, вольно пересказываю. Да, тут мне напел Вагнера два лет, мне Вагнер не понравился. Да, примерно так же и про рецензию Скорсезе. Лучше ее прочитать, я думаю. Да. Ну, на этой оптимистичной ноте, я думаю, мы закончим наш подкаст про Аллею Кошмаров. Уходим с Аллеи Кошмаров. Уходим с Аллеи Кошмаров и выруливаем на переулок Любви. Потому что следующий наш эпизод выйдет как раз 14 февраля, и он будет специальный, особенный. Не про один фильм, а про большую тему. Какую, вы узнаете, собственно, 14 февраля. Неожиданно. Вы даже не догадаетесь никогда, что это может быть. Про смерть. А этот выпуск про Гильермо Дель Торо мы заканчиваем. С вами были Даулет, москвич столичный с не очень ровными зубами Женайдаров. Всеволод, человек-зверь, Кошмаров. Нормально, да. Мне это нравится. Друзья, мы ждем ваших отзывов, лайков, сердечек. Напомню, что мы есть на всех подкаст-платформах. Яндекс, Музыка, Гугл Подкаст, Эппл Подкаст, Спотифай. Мы очень ждем, действительно, ваших каких-то весточек. Пишите нам. У нас есть также электронная почта. Подкаст собакакинопоиск.ру Да, на нее вы можете писать нам, не знаю, вопросы, пожелания по теме будущих выпусков. На самом деле, это же можете писать и в Эппл Подкаст. Там ставьте нам, например, пять звездочек. Ну, лучше пять звездочек, конечно, но как вам захочется. Можно и шесть, если захотите. Шесть нельзя. Пишите там отзывы, всегда очень приятно их читать. Это если у вас есть Эппл Подкаст. А еще у нас есть Телеграм-канал, общим планом, в котором мы выкладываем разные классные, интересные материалы по теме выпусков и вообще там с нами можно как-то пообщаться и поспорить о чем-либо. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Ильдар Фатахов и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok